Еврокубковые выезды С любого города вам обязательно захочется привести крутую фотографию Ньюхавен, сердце города, душа Копенгагена, самое подходящее для этого места Длинные улицы, каналы, множество кафе и ресторанов, толпа туристов Вот что такое новая гавань А еще именно на этой улице жил Ганс Кристиан Андерсон В общем, делайте крутые фотографии, а у нас очень мало времени, очень сильный дождь и мы побежали дальше В перерывах между достопримечательностями вам обязательно захочется подкрепиться Национальное блюдо в Дании, не рыба, не мясо и не какая-то либо еще высокая кухня, а сморреброд Сморреброд переводится как хлеб с маслом Я заказала вот этот и прямо сейчас я его попробую Вижу авокадо, красную рыбу и пози сыр, сочетание, конечно, божественное Поролевство Дании омывается двумя морями, Северное и Балтийское Здесь, на берегу Балтийского моря, сидит легкая и изящная русалочка, героиня сказки Ганса Христиана Андерсона Хотя назвать ее легкой и изящной сложновато Высота этой леди полтора метра, а весит она 175 килограмм А еще говорят, что точные копии этого памятника есть в нескольких городах мира Например, в Париже или в Саратове Главная точка вашего путешествия, конечно же, стадион Парк-арена был построен 25 лет назад и вмещает 38 тысяч человек Кстати, локомотив уже встречался с Копенгагеном, правда, это было в Москве, в Черкизово в 2007 году Что находится внутри чаши, вы увидите в свежем локов-логе у Кирилла Брейдо Не пропустите! Ну и до встречи на футболе!